Ну давайте, если под специальную трюмку, тогда статодинаминку, конечно, вам-то. Ну а вам обычно, разумеется. Вам, гражданка, в честности. Нет-нет, не ищите его глазами. Его здесь нет. Вот даже с этого ракурса не увидите. Он улетел в Австрию, но обещал вернуться. Именно там Сергей Шубенков проходит курс реабилитации. Судра на плечо и колено. На эмоциях в этот момент Сергей даже и не понял, что произошло серьезное. Лишь в замедленном повторе можно разглядеть. При падении его извечный соперник Амар Маклеуд, словно многотонный пресс, прижимает левую ногу Шубенкову. В дополнение ударяется еще и второй. Цена такой красивой победы оказалась слишком высока. Вернулся в Барнаул, отправился к медикам. Через несколько дней начались тренировки. В полную силу не получалось. Мешали травмы. Впереди были два важных старта. В США и Венгрии. С тренером Сергеем Клевцовым решили лететь, а уже на месте подумать, стоит ли бежать. Ночью перед выездом в аэропорт у Шубенкова распухло колено. Поднялась температура. Отменили все старты, тренировки. Вновь врачи сначала местные. Теперь уже и вовсе зарубежные. А то, что мы начали здесь делать и по лечению, вот помощь, конечно, главврача нашего КВФД, Татьяны Викторовны Лукашиной, она неоценимая. То есть она реально находила нам тех специалистов, которые нужны. И сейчас, например, там австрийцы, они же ведь ничего не сказали того, что, предположим, там эти люди делали неправильно. Хотя, хотя. Говорят все, что русскому хорошо, австрийцу смеют, но это, видно, не тот случай. Это первый случай в карьере Сергея Клевцова, когда в самый разгар сезона его знаменитый подопечный получил серьезную травму. Последние новости. Шубенков вновь вернулся к тренировкам. Там, в Австрии, все с согласия и контроля Клевцова. После возвращения на родину скорректируют график подготовки. Пока есть предварительные даты забегов. Во второй части августа Париж и Бирмингем. По-прежнему главная цель 2019-го чемпионат мира в Катаре. И обещают, самый быстрый барьерист страны еще вернется. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком.